Всех приветствую! Сегодня будем класть ламинат. Есть несколько основных правил при работе с этим напольным покрытием. Ну, во-первых, расстояние должно быть между стеной и краем ламината как минимум 10 миллиметров. Для чего это делается? Для того, чтобы когда ламинат впитывает в себя влагу и он расширяется, то вот этот зазор не дает ламинату упереться в стену. Потому что ламинат, он имеет такие свойства, когда влагу впитывают, он расширяется, и наоборот, когда высыхает, он сужается. Вот должен быть запас такого хода. Во-вторых, плоскость, на которую кладется ламинат, перепад должен быть не более 4 миллиметров. Если перепады будут более 4 миллиметров, то в этих местах замки будут ломаться. От постоянной нагрузки будет запас хода вверх-вниз, и замки в этих местах сломаются. Тут дело только времени. Ну и мелкие нюансы есть еще при укладке. Это чтобы разбежка была не менее 40 сантиметров, 400 миллиметров. Но это не столь важно. Хотя про это тоже забывать не стоит. Ну вот я вам расскажу такой случай. Позвонил мне как-то заказчик и рассказал свою проблему. Нанял он бригаду, по его словам. Положили в квартире одним ковром ламинат. Ну а одним ковром это без цыковок. То есть полностью сплошной линией. Бригада сделала все красиво, четко и уехала. Прошло время и ламинат у него вздыбился. А проблема была в том, что эти ребята, может быть не зная технологию, или забыли, или еще что. Они просто не оставили этот зазор между стеной и краем ламината. Ложили ламинат они в конце лета. Наступила осень, увеличилась влажность и ламинат вздыбился. И представляете, что в этой ситуации нужно сделать. Как минимум нужно все переложить. Это хорошо еще, что замки хорошо разберутся. Потому что в основном бывает, когда разбираете ламинат, замки ломаются. Особенно в торцах. И вот такой ламинат уже никак не получится обратно положить. Нужно покупать новый. Получается, попал он на деньги. И немалые. Это хорошо, если половина придется заменить. А может быть и большую половину. Ну и второй случай был. Тут уже получается, я сам вложил этот ламинат. Приехал как-то к заказчику. И они попросили сделать в коридоре, положить ламинат. Я их переубеждал, потому что был неровный у них пол. Это коридор, Т-образный. Дом еще послевоенный. Сталинский. Я им предлагал положить в этом месте линолеум. Потому что перепад там был около 8-9 мм. До сантиметра. И как раз в коридоре, в том месте, где стыкуется Т-образный этот коридор. И самое движение идет в этой части коридора. Ну, на что он мне сказал, линолеум мы не хотим. Он нам не нравится. Мы хотим ламинат. Потому что у него уже в комнатах был положен ламинат. Ну, хорошо. Я ему сказал, давайте только я за эту работу отвечать не буду. Ну, на то мы порешили. Положил, все красиво. Сделал плинтус, закрепил. Ну и уехал домой. Через год звонит мне этот дедушка. Говорит, а вы не можете подъехать посмотреть? Я туда и не поехал. Во-первых, поехать посмотреть, это для чего? А получилось так, что как раз в этом месте замки на всю длину сломались. И ламинат он стал с таким зазором. Некрасиво. Плюс неудобно убирать этот пол, мыть. И вот такая проблема. Поэтому, ребята, если соблюдать при укладке ламината вот эти основные правила, то проблем у вас не возникнет. Всем желаю только хорошей работы, хороших заказчиков. И чтобы не было таких непонятных, некрасивых историй. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok